Привет всем! Посмотрел очередную часть беседы Брезгина и Новоселова и нашел ее, между прочим, местами весьма любопытный. Это не значит, что я совсем согласен, просто говорю, что там есть кое-что любопытное. Среди прочего зацепила пара конкретных вещей, которые имеют отношение, ну, скажем так, к мифологии. Наверное, к той стороне, которую я называю практической мифологией. Первый момент сравнительно мелкий. Олег Олегович помянул эпизод с так называемым судом Соломона про то, что наши мужчины часто поставлены в позицию, что им приходится вспоминать вот об этом вот, да, растягивании ребенка в стороны и делать свой выбор. Я эту ситуацию тоже вспоминал, и даже там в беседах со своим сыном еще до перерыва общения конкретно эту историю упоминал. И, собственно, открытка, которую я ему подарил на прощание, была как раз одна из картин, посвященных суду Соломона. С моим комментарием, конечно. Что люди часто забывают или даже вообще не знают, когда обсуждают этот момент библейский. Когда эту историю пересказывают, или когда мы берем какую-нибудь там библию или какое-то свободное изложение, там всегда говорят «и пришли к Соломону две женщины» или «привели к Соломону двух женщин». За кадром остается крайне любопытный вопрос. А с какой-то стороны вообще приходят какие-то две женщины и решают, чей ребенок? Мы ведь говорим про режим жесточайшего, жесткого, такого классического патриархата. Причем тут женщины. С чего это они между собой делят ребенка? Разгадка очень проста. Если взять полную версию Библии, то там сказано, что это были проститутки. К нему пришли две проститутки. В синодальном переводе используется слово «блудницы». В английской версии Библии «харлот». «Харлот» – это более конкретно. Это работница сексуальной сферы услуг. То есть в переводе на русский «отца у этих детей», какого-либо реалистичного отца легального, его просто нет. Они незаконно рождены, все эти дети. То есть если бы отец в этой формуле где-то был, там или несколько отцов, то ситуация разрешалась бы совершенно другим образом. В некотором смысле вот эта ситуация, суд Соломона – это пророчество про наше современное время, про наше современное государство, про наше современное семейное право. Так что нужно помнить, между кем и кем был этот суд и почему там не было мужчин. Это что касается первого эпизода. А второй момент – более длинный, более сложный. Олег Олегович несколько раз уже упоминал Илиаду, говорил о том, что из нее можно и нужно извлекать массу уроков, что это классическая литература, которая содержит в себе множество ценной для мужчин информации, в том числе ценной в контексте мужского движения. И тут я готов согласиться, абсолютно так и есть. Меня зацепил конкретный момент, а именно Олег Олегович задал хороший вопрос, на который действительно стоит задуматься. Муж в отместку идет войной на Трою. Оскорбленный муж. Побеждает ее в результате сложнейшей длительной войны. И, наверное, среди прочего, он хотел оказаться лицом к лицу с бывшей супругой. И так и есть. Вопрос, почему эта бывшая супруга в конце концов не только остается в живых, но еще и остается у этого, то есть он забирает ее назад. Она снова возвращается на роль жены этого Менелая. Хороший вопрос. Как и почему? Я не думаю, что здесь есть какой-то однозначный, конкретный ответ. Может быть, только частное мнение. Олег Олегович изложил версию, что это политический ход, поскольку Елена, родная дочь Зевса, соответственно, находясь в браке с ней, Менелай как бы породнился с верховным божеством, что суперважно для царя, ну и для аристократии в целом. И честно говоря, мне это объяснение кажется сомнительным. Во-первых, даже если признать, что это правда, что так и было. Получается, что Менелай самый что ни на есть куколд по определению. Причем такой куколд, про которого много-много стран знают, что он куколд, и за его куколдность заплатили огромным числом жизней и многими годами войны. Во-вторых, получается, что его честь как мужа и вообще как бы уважение к конституту брака и к царству, как проекции царского брака. Никакого уважения здесь. По сути, это недостойно аристократа. Если он боялся поднять меч на Елену, поскольку она дочь Зевса, то есть боялся навлечь на себя божеский гнев, это тоже работает против него. В конце концов, не хотел убивать, было множество других способов от нее отделаться. В общем, в итоге он уронил себя как аристократ и как образец для подражания. Менее очевидный довод состоит в том, что имени Лай и, соответственно, его брат Агамемнон оба уже происходили по линии от Зевса. Они и так были членами аристократии, они и так, их родословное, восходит к Зевсу. Просто не через одно поколение, а там через три или четыре. А в целом, вся история с Троянской войной, как мне кажется, является отличным, идеальным, просто каноническим примером того, что я однажды назвал темной материей. Кто не видел, смотрите по ссылке в углу мой ролик «Жрицы темной материи». В двух словах, что я имел в виду под темной материи в контексте семей, царств и вообще политики на любом уровне. Это теневое управление при помощи всяких тайн. То есть, когда используется не сила, не прямая физическая сила, и не логика, а манипулирование скрытыми данными, тайнами, дезинформацией. И в контексте любой семьи, естественно, самая главная тайна и самая главная дезинформация – это то, кто на самом деле чьим ребенком является. Из этого почти автоматически следует, что жрицы темной материи чаще всего – это, конечно, женщины. Лишний раз вспомяну, что даже по официальным научным данным смотрите ссылку в описании есть оценки, что до трети всех детей не являются детьми своих официальных отцов. Тех, чьими детьми, как они думают, они являются. Но, конечно, это не единственная, скажем так, тихая сила, которой пользуются женщины. Красота, особенно в буквальном смысле этого слова умопомрачительная красота, как она проявлена в Елене, является гигантской потенциальной силой, которая способна что, приносить какую-то большую созидательную энергию, или, что гораздо чаще, она является оружием разрушения. Потому что при малейшем неумении управлять этой огромной энергией, эта энергия чем-то сравни ядерной. Пока она управляема и находится в правильной контейнированной среде, она может двигать, например, вашу электростанцию и давать жизнь огромному количеству людей. Как только она выходит из-под контроля, это занимает секунды, происходит взрыв, и люди гибнут, и целые огромные территории становятся непригодными для проживания. В этом смысле можно считать, что Трое это такое образное изображение Чернобыля, где Елена является реактором. Насколько Елена и вообще любая красивая женщина управляет этими процессами вокруг себя, ну, вопрос, в общем-то, философский. У меня был ролик с рассуждениями касаемо конкретно красоты, смотрите, ссылка в углу. Как я понимаю, когда крайними за некие события, например, за ту же Троянскую войну, назначаются боги, или целый коллектив богов, это в переводе на наш обычный язык означает, что были задействованы неосознаваемые силы, или осознаваемые, но не подконтрольные. то есть ряд людей просто поднимает лапки и говорит, я с этим ничего сделать не могу, пусть идет как идет. Возвращаясь к Менилаю, мужу Елены, про него сказано, что он на месть был подстегнут Герой, и на это было несколько причин, об этом чуть позже. По сути, это женские разборки между собой, чужими руками, причем бессмертные разбираются при помощи смертных, которым это стоит жизни, страданий и так далее. При этом после возвращения, когда они вернулись с Еленой обратно и снова продолжили царствовать, детей у них больше не родилось, хотя казалось бы, у тебя дочь Зевса под боком, что тебя останавливает. Вообще есть некоторая вероятность, что Елена банально больше Менилаю не дала, и он не смог ничего с этим сделать. Это вполне вписывается в сюжет. А возможно Менилай не хотел растить чужих детей, как это случилось с отцом Елены. Она ведь чужой ребенок, она не является дочерью того, кто ее воспитывал, и у чьей жены она родилась. Это к вопросу о семейных сценариях, и почему нужно смотреть на семейные сценарии, откуда пришла невеста. Я не первый, кто так думает про Менилаю отнюдь. Вот что про него сказал Еврипид через уста своего героя Пелея. Пелея это отец Ахиллеса. Гера считала его лучшим из смертных, поэтому и выдала за него свою фаворитку. Фетида была нимфа бессмертная, с чешуей ниже пояса. Русалочка в переводе на русский. Так вот, от имени Пелея. Втрое высокой парис не невесту, он только слепое миру безумья явил, ложу Елену отдав. Из-за нее и тебя на сожженье и тяжкие муки тысячи вражьих триер, буйный оставил орей. Невыносимо это, мудрена ль, что вы распутных ростите, Елену об этом бы спросить, что свой очаг и брачные забывшие чары точно безумная вакханка отдалась и увести дала себя мальчишке. Но пусть она, как ты, из-за нее Элладу всю натрое поднял. Разве порочное движение копья единого хоть стоило? Презрением ее уход покрыл бы я. Скорей, я б золото в преданное за нею не пожалел, чтобы навеки дом освободить от жен таких. Но этой, увы, к тебе триеры мудрой, царь, не заносил счастливый ветер в душу. О, сколько жизней ты скосил и женщин осиротил преклонных, сколько хохотнил у старости серебряной, увы, божественных детей ее, спартанец. Перед тобой стоит отец, да, кровь Ахиллова с тебя еще не смыта, а на самом царапины ведь нет, и дивные твои доспехи, воин, в блестящем их футляре ты назад такими же привез, коли не ярче. Когда жениться внук задумал, я родства с тобой боялся и отродья порочного у очага, на дочь идет бесславье матери, глядите ж, о женихи на корень не на плод, не тыль, увы, и замысел преступный, тот нашептал родному брату дочь казнить и понапрасну, все дрожал, жену бы как вернуть не помешали. Все это отец Ахиллеса обращает к Менелаю, мужу Елены. Про дочь и брата это имеет в виду, что его брат Агамемнон решил пожертвовать собственную дочь ради успеха Троянской войны, принести в жертву богам. И дальше собственно фокус. А дальше что? Ты трою взял, жена в твоих руках, что ж, ты казнил ее, ты нежный едва увидел Перси и меч из рук упал, ты целовать изменницу не постыдился, псицу осиленной кипридой гладить начал. Кто не понял, Перси это на нашем современном языке сиськи. Елена разоблачилась, сняла с себя так сказать, верхнюю часть одежды молча и показала ему свои сиськи. Окей, ладно, это были не просто сиськи, это были сиськи самой прекрасной женщины в мире. И это все, что ей пришлось сказать в свое оправдание. И Менелай поплыл. Ничем не лучше Парриса. Да, их всех склоняли боги, точнее богини, ими всеми манипулировали. Тем не менее, эти двое приложили большую руку к тому, чтобы пострадало столько людей. И Менелай приложил даже больше усилий. И совершенно впустую. И чем на это Менелай парирует? Он утверждает, что к такому решению пришел в результате такого холодного рассуждения, что просто смешно. Что ж, до того, что я жену увидев, не захотел убить ее, то ум, я обнаружил этим только, лучше другим бы Фока было пощадить, пожалуй, тоже. Если пыл, сердечный и гневные слова твой арсенал, то я богат спокойным рассуждением. Врет засранец. Думаю, что монолог Пилея точнее отражает сущность того, что произошло, и это укладывается в общие черты характера, и укладывается в сюжет. Есть общая альтернативная версия этого сюжета с тем, что якобы Елена никуда не уезжала с Парисом, а уехал некий ее призрак. Мне кажется, натянутая идея в первую очередь натянута потому, что не в правилах богов было отменять собственные обещания. Они могли накладывать потом какие-нибудь дополнения на собственные уже сделанные обещания. Это да. Но раз Парису было обещано, что у него будет самая красивая женщина в мире, значит, это должно было быть так. Хороший пример. У Париса была родная сестра Кассандра. Та самая нарицательная Кассандра. Пророчица, которой никто не верил. Это Троянская царевна. Сначала Аполлон, между прочим, бог, которому она служила в храме, решил сделать ей подарок, чтобы она приняла его ухаживание. Нормально, да? Бог, которому она служит в храме, к ней делает подкат и за это еще ей что-то должен платить или обещать. Он ей дарит пророчество. Дар пророчества. Потом эта жрица, этого самого бога, которому она служит в храме, она его отвергает. И никаких фаворов в ответ ему не делает. Нормально, да? Это, в общем-то, тоже про темную материю. Это очень по-женски. Даже если вы бог, буквально сам Аполлон, бог солнца, это еще не значит, что вы будете достаточно хороши для некоторых. Но Аполлон не забирает свой дар назад. Он дополняет его примечанием мелким шрифтом. Но твоим пророчеством никто не будет верить. И в таком режиме проходит оставшаяся жизнь у Кассандры. Так что она знала наперед все, что будет. И то, что Парису не нужно ехать втрою, и то, что не нужно оттуда никого красть, и то, что будет здесь, когда он вернется. Единственное исключение, которым поверили почему-то, когда она в появившемся Парисе, а его не было при дворе, он воспитывался в совершенно другом месте, его прятали, надеялись таким образом судьбу повернуть. Так вот, она его опознала, как брата. Между прочим, альтернативный вариант имени Кассандра Александра. Александра, Александра, этот город наш с тобою, Менелай похерит трою, ты вглядись его лицо, и так далее. Между прочим, Шлиман, среди прочего, утверждал, что он нашел могилу конкретно Кассандры. Там лежала она и два младенца. Их всех убили в конце. Так вот, возвращаясь к теме, что я хотел сказать про темную материю. В общем-то, у мифа нет ни начала, ни конца. Это такая единая ткань, которая идет непрерывно. Тем не менее, если прослеживать эпизод строя, откуда он собственно начался, мне кажется, у него можно найти конкретное начало, откуда этот клубочек, откуда ниточка из клубочка вышла. Можно, конечно, откатиться к тому моменту, как царица Леда забеременела от левого персонажа, пусть он даже Зевс, снесла яйца и из них вылупилось четверо детей. Два мальчика, две девочки. Два мальчика это Кастер и Полукс, по-русски его Полидевк называют, а девочки, соответственно, Клетем Нестра и Елена. Кто из них был от кого, утверждать сложно. Часть авторов утверждает, что один мальчик и одна девочка были от Зевса, а другой мальчик и другая девочка были от земного мужа. Если так, то это был феномен, который в наше время в науке хорошо известен, называется суперфекундация, то есть рождение двойняшек от двух разных мужчин. Робин Бейкер пишет, что так появляется на свет примерно каждые 50-е пары двойняшек. Два брата после всех приключений стали созвездием близнецов, а две сестры вышли замуж за двух братьев-спартанцев Менелая и Агамемнона. Мне кажется, Пилей не зря тут говорит про наследие матери. Если бы у братьев-спартанцев было чуть-чуть с головой нормально, они должны были бы принять во внимание, откуда и как появились эти две дочери и просто побояться, ну или там решить, что не стоит с ними связываться, потому что много-много геморрою принесут они с собою. К слову, про Елену прямо говорили, что у нее лебединая внешность, лебединая красота. Вспомните про пушкинскую царевну-лебедь. У этих мифов явно есть какая-то общая корневая структура. Сюда же можно упомянуть, что по некоторым трактовкам Василиса Прекрасная это не кто-нибудь, а дочь Кощея Бессмертного. И оттуда вся эта история с лягушкой, лягушачьей кожей и так далее. То есть человек, который с ней связывается, должен бы ум приложить и решить, стоит ли с такой родней родниться. Но похоже, что рассудительностью этих братьев-царей природа обделила. Однако Троянская война начинается не отсюда. Она начинается с так называемого Яблока Раздора. Это гениальная притча. И она применима к нам в нашей жизни повседневной. Идет свадьба. Женится тот самый Пилей, будущий отец Ахиллеса, на Фетиде, на Нимфе. И не приглашенная на это торжество богиня Раздора, став невидимой, подбрасывает на пир золотое яблоко, на котором всего лишь навсего написано Самый Прекрасный. Надо понимать, что когда в помещении находится одновременно несколько женских богинь, у каждой из которых есть ого-го, какая темная сторона, поместить среди них яблоко, на котором написано Самый Прекрасный, это хуже, чем если бы бросить туда гранату с выдернутой чекой. По сути, это яблоко взорвалось, и взрывная волна пошла кругами, в том числе снесла и Трою. Так что случилось? Естественно, среди этих женских персонажей завязался спор, кому же яблоко пришло? В шорт-листе осталось три претендентки, одна, другой круче. Гера, Афродита и Афина. Честно говоря, что в этом списке делала Афина, я не представляю. В меру моих скромных познаний, если бы пришлось судить заочно, то приз должен был автоматически уйти Афродите, потому что это ее специализация. Возможно, потому что прекраснейшее не равно слову красивейшее. Возможно, это понятие более высокого порядка, где внешняя красота только часть прекрасного. Проблема в том, что все три богини, с которыми, что называется, лучше не ссориться. Сторона мщения у Геры Ого-го, Афина тоже умеет выразить свое неудовольствие, и Афродита известна массой жестокостей, когда ей это нужно. Естественно, поскольку эти трои договориться не могут, они пытаются привлечь какого-нибудь стороннего судью. И, поскольку все остальные на этом празднесте были люди и не люди умные, то все абсолютно отказались выносить суждения по этому поводу. И были совершенно правы, потому что они понимали, что за этим стоит. Ты должен выбрать из них одну, две других на тебя ополчаться. И любые две из них это очень серьезная сила, с гневом которой лучше не связываться. И поскольку все отказались, то эти трое обратились к самому прекрасному юноше, который жил на земле на этот момент. И это был Парис, тот самый, кто потом украдет Елену. Что мне тут не до конца понятно, Парис явно разбирался в женской красоте. Он вырос среди нимф. В общем, знал, что как должно выглядеть. И он потребовал, чтобы богини показались ему нагими. Прикиньте, перед смертным человеком разделась Афина, дева Паллада. И все равно он выбрал победительницей Афродиту, но не потому, что она была прекраснее всех, а потому, что она ему обещала взамен. Две другие пообещали ему власть, непобедимость в войнах, а Афродита пообещала прекраснейшую из женщин. Естественно, что мог выбрать буквально в смысле этого слова нимфоман. Однако, даже у этого дурачка промелькнуло, мол, она вообще-то замужняя женщина, как вы собираетесь это устроить? И на это Афродита сказала, спокойно, этот вопрос я беру на себя. Много позже, когда Елена упрекнула Афродиту в том, что столько людей гибнет, в общем-то, из-за нее. Афродита на нее разозлилась и сказала типа, что рот закрой, а то, как я тебя васславила среди всех, так могу и сделать, чтобы на тебя все разозлились, все с копом. Смотрите мультик про влюбчивую ворону. Вообще, если посмотреть на эту историю с Троей, то становится понятно, что идея переносить в жертву самых прекрасных что девушек, что юношей, а это было во многих религиях у многих народностей, или, например, вот в том же мифе про Минотавра. Вообще-то, в этом был определенный практический смысл, потому что все эти распрекрасные девушки и распрекрасные юноши приводили к большим жертвам среди собственного народа. Недавно был хороший каст на эту тему у Ковча Редпил, называется Women, Women, Women. Смотрите, ссылка в углу. Ну или, опять же, если брать Пушкина, то сказка о царе Салтане, сцена с двумя братьями и шамаханской царицей. Это ядерная энергия, и если она находится у слабых людей в руках, будь то сам обладатель или люди вокруг него, то дешевле выкинуть ее в море, чем оставлять и пытаться как-то ей управлять, использовать. В общем, так Афродита купила свою победу у этого самого Париса. И, во-первых, это она подстегнула Елену сделать то, что сделала Елена, а, во-вторых, две другие проигравшие естественно ополчились и заимели большой зуб и очень активно участвовали в Троянской войне, в том числе лично, непосредственно. Настолько непосредственно, что в какой-то момент Афродиту даже ранили, земной человек ее ранил, естественно, тоже под руководством другой богини. Гера была еще и оскорблена нарушением брака, а это ее домен. В общем, всю Троянскую войну, в принципе, можно представить как разборку между тремя богинями женского пола, из-за того, что они не поделили звание самой прекрасной. А все люди, которые там участвовали, и мужчины, и женщины, те, кто погиб, те, кому сломали жизнь, это просто инструменты, пешки. Два спартанца, которые женились на дочерях Зевса, оба плохо кончили. Один получил жену, псицу, а другого жена с любовником вообще грохнули. Вот вам и дочери Зевса, вот вам и брак по расчету, вот вам и династический брак. Сама Елена в итоге все равно грохнула ее тоже женщину в отместку за то, что у нее пострадали ее родные во время Троянской войны. Так что Елену банально повесили на дереве. And that was the end of Sweet Molly Melon. И теоретически, если бы мужчины были рассудительны, как те герои на свадьбе, которые не стали вмешиваться, то все это могло остановиться на любом участке. Но поскольку большая часть значимых мужчин здесь были как в цитате из Пушкина, знаете, да? Пип! Вроде шапки с ушами. Голова вся в нее уходит. Вот у большинства этих героев голова вся в нее ушла. И в результате получилось то, что получилось. И даже правильно закончить сюжет, так чтобы все эти жертвы были не напрасными, даже этого они не смогли. И именно в этом, мне кажется, главный урок Илиады. Всем пока и удачи! Солдатушки, ребятушки, нашему царю показали фигу. Умремся до последнего. Хоть два. Солдатушки, тихо. Тихо. Продолжение следует...